Мор Мрайн пишет, Росреестр сейчас блокирует данные в выписках ЕГРН. Не будет показываться собственник, если выписку заказал кто-то другой. Да, действительно, есть сейчас такая информация, что Росреестр будет это все скрывать. Но как ты думаешь, с чем это связано? Не с расследователями какими-то журналистскими? Вот почему так? Ну понятно, что связано это в первую очередь с возможностью нечистых на руку чиновников или каких-то государственных мужей, деятелей в лужу сесть, на свет вынести все свои черные делишки. Ведь если у тебя вполне себе конкретно известная зарплата, если ты публикуешь свои декларации, у тебя не может быть такой дорогостоящей недвижимости, имущества, которые Росреестр раскрывал. Ты мог пойти написать заявление, оплатить минимальную госпошлину, тебе дали бы справку, кому вот этот объект собственности принадлежит. Представляете, для власти, которая хотела бы скрыть свое нутро, истинную свою сущность, и не иметь слабых сторон, которые бы способствовали разоблачению этих господ. Но были такие механизмы, как в частности Росреестр, которые были слабым местом. И они просто это все убрали, устранили, вычеркнули. И говорят, теперь Росреестр никакому гражданину не расскажет, что и кому принадлежит. А если у вас не будет такой информации, как вы можете сказать, что это вот этот депутат, или вот этот министр, или вот этот глава, или вот этот мэр живет не по своим доходам. То есть у общества отбирают возможность, контролируют власть. У общества отбирают возможность следить, да, и смотреть, оценивать работу власти. Они в своих интересах, или в интересах, они в интересах общества, или в своих интересах работают. Ведь вот эта недавняя инициатива Единой России, когда депутатам региональным, муниципальным и другим, значит, структурам власти разрешили не публиковать свои декларации. То есть это теперь не обязательно. Что такое тема? Публикация, обязательная публикация сведений о доходах и имуществе. Это как раз возможность для общества контролировать власть. Ты проголосовал за депутата, и ты хотел бы убедиться, правильно у тебя был выбор, и тебе нужно его скорректировать. Смотришь, все это, не меняется у тебя ситуация в твоем городе, в твоем районе, в твоем населенном пункте. Ты, дороги еще хуже стали, больницы никто не ремонтирует, по улицам стаи собак ходят. Все выходит из-под контроля, люди живут бедно. А залазишь на сайт, там, я не знаю, думы вашей, там, местной какой-то, смотришь, а депутат, оп, машинку себе новую купил. У него там недвижимость дополнительная появилась, какие-то нежилые здания, какие-то земельные участки. То есть, видно, что доходы выросли колоссально кратно, и понятно, чем занимается ваш народный избранник. И доверие теряется. Если нет доверия, у этих представителей, у этих депутатов на следующих выборах будут проблемы. Потому что общество, которое озадачено, и хотело бы гарантировать всем, в первую очередь, себе светлое будущее, оно этих кандидатов не поддержит, оно будет против них работать. Они будут концентрироваться, объединяться вокруг оппонентов, да, и власть это прекрасно понимает. Они не хотят, чтобы люди занимались политикой. Они не хотят, чтобы люди вникали, да, вот во все эти важные вещи. Поэтому просто отбирают механизмы, отбирают полномочия. Это же не просто Росреестр не будет теперь публиковать фамилии, да, владельцев объектов недвижимости. У общества отобрали возможность контролировать и смотреть, и убеждаться, кому все это принадлежит. Если говорить конкретно, у общества, у кого? У тех, кто занимается этими расследованиями. Те, кто вгрызается, вкапывается в все эти коррупционные схемы, да. Те, кто хотел бы рассказать об этом другим, да, своим соседям, своим друзьям, коллегам, родственникам. У них теперь такой возможности не будет. Как себя власть чувствует? Власть аплодирует. И говорит, отлично, теперь мы в безопасности. Почему в безопасности? Потому что мы можем врать, рассказывать, что мы о людях заботимся, что мы о людях думаем, а другой информации у людей возможности получить больше не будет.